Музыка Мне интересна тема познания самого себя человека Честно скажу и мне У нас уже пишется Да, мы уже пишем Здравствуйте, кстати Мы тут сидим, чай пьём И на кухне разговариваем Так может быть мы начнём уже как-то Разучим, кто мы Да, надо же представиться Поприветствуем Всем здравия Народное Славянское Радио Елена Андреева, Алексей Орлов Да, здравствуйте Что ты можешь рассказать Или сказать вернее тем людям У кого начался процесс открытия Самого себя И кто ищет применение своим способностям Не бойтесь Это единственное, что я могу сказать А вот я хотел спросить тебя Сегодня у нас было упражнение Которое требовало Средоточения, расслабления И оно многим далось не очень просто Вот ты когда писала Ну, в этом упражнении У тебя было внутреннее сопротивление Когда твоя физиология Твой мозг Сопротивлялся получению знаний Получению информации Получению того, что Является ответом На твой запрос Вот каково это Сбрасывать старую шкуру Сбрасывать старую кожу Как говорила Давка Насколько это просто Или непросто? Больно Больно, да? Да, не то, что больно А мозг Так как он привык Всё пояснять И отвечать на все вопросы Что вот Это вот поэтому Потому что Нас учили же в школе много лет Что существуют Задачи Существует решение этих задач И равно То, что получается И на всё есть ответ Вот Здесь пришло ощущение, что Что-то должно произойти не так Что у меня это Абсолютно ничего не получается Что всё это Вообще Попало Непонятно И Ну я бы сказала даже Что Вылезло такое Которое называется И не любовь к себе И Где-то может быть Протест против себя Протест и непринятие себя Неприятие Непринятие Вот интересно было Да После этого Во многом О чём пришлось осознать Что Понять по жизни Перепросмотр Просто говоря Своего Какого-то участка жизни Произошёл Почему Последовали Те Или Иные События В моей жизни Вот как раз Вот этот вот момент И явился ответом То есть Мозг попал В неудачную Неудобную И непонятную Ему ситуацию Для этого Как я сказала Учили так Мозг Как вычислительная машина Справлялся с теми Заданиями Которые давались Извне Да Сложить Вот это С этим Получите вот это Сделаете вот это Получите вот то И мозг В общем-то Хорошо Настраивался На всё это И выполнял Поставленной Задачи А тут Нет того С чем нужно Сложить В этом задании Нет деятельности Мозгу И он Стал Ерепенец И стал возражать Как же так Я такой крутой А я ничего не понимаю Что происходит И ему было больно Это признавать Но без этого Осознать Его место Ему же самому В этой жизни Практически невозможно Потому что Если мозг Будет продолжать Управлять Человеком Человеком С большой буквы Тот Который Является Представителем Бога На земле Тогда Бог Не родится В человеке Тогда Божественно Не проявится Он всё время Будет Руководствоваться Теми программами Которые В него вложили Ведь Мозг Это Биокомпьютер А значит Нужны Программисты Значит Нужны Какие-то Вычислительные Ресурсы Наработки И многое Другое Вопрос А кто Программист Человек Сам Программистом Для себя Не является В современной Цивилизации Он только Исполнитель Он только Биокомпьютер Биоробот Исполняющий Что-то И вот тут Тогда всё На месте Всё хорошо Программа Есть Задачи Есть Мозг Решает И как Медведь Который крутит Цирк и педали Получает За это Вкусняшки Плохо Крутишь Меньше Вкусняшек Совсем Не крутишь Нету Хорошо Крутишь Больше Вкусняшек И вот Медведи Соревнуются Кто Круче Крутит Велосипед Зачем Они Это Делают Многим Непонятно Просто Так Надо Делать Иначе Вкусняшек Не будет А вот Тут Мы Переходим Этап Медвежьего Учения И выходим На новый Уровень Мы Понимаем Что Оказывается Есть Что Другое Которое Выходит За рамки Понимания Мозга Вочистительной Программки И Вочистительной Машинки И это Боле На самом деле Мозгу Потому что Он терпит Полное фиаско Он Понимает Что В этой Жизни Он Не Самый Главный Что Есть Тот Который Всем Этим Управляет Вот Поэтому Такие Программки Ломаются Только Тогда Когда Человек Во-первых Понимает Необходимость Этого И осознает Что он Это не физическое Тело Вот Только Тогда Он готов На это Только Тогда Он готов Перейти Через Свой Мозг Перейти Через Свою Самость Через Свою Гордыню И стать В конце Концов Человек Ты Сегодня Провел Это Задание Провел Это Занятие По твоим Ощущениям По твоим Наблюдениям У многих Это получилось Да У многих Получилось На самом деле Получилось У многих Я смотрел Как выполняется Задание И видел Что люди Первый раз Которые Это начали Делать У них Все это Стало Получаться Они на самом деле Доверились Себе Самому Мозг Так И иначе Да У кого-то Через Скрипы Через Сопротивление Но он Подчинился Выполнять Это Задание И Это Говорит о том Что Они находятся На очень верном пути Самоуправления Когда они выходят Из подчинения Кого-либо Какой-либо Установленной Кем-то Программой Они становятся Настоящими Человеками Которые Понимают Кто они В этой Жизни Понимают Где На самом деле Находится Важная Информация Или Важные Знания Которые Надо Взять И Можно Взять И Самое главное Как их Еще Брать То есть Люди Начали Становиться Человеками Они На правильном Пути И это Говорит о том Что Не все У нас Плохо В нашем Царстве Государстве Вообще На этой Земле Все Это Очень Хорошо Мы То С тобой Знаем О чем Речь Идет Может Быть Мы И Слушателям И Зрителям Расскажем Что Это За Упражнение Может Практики Объяснить Как Это Можно Сделать При Помощи Чего В Любой Практике Есть Техника Безопасности Если Мы Просто Расскажем Сейчас Поверхностно Что Есть Такая Практика Но Не Дадим Технику Безопасности Не Дадим Прочувствовать Технику Безопасности Мы Совершим Преступление Потому Что Кто То Попробует И Мозг Может Увести Куда То В Другую Сторон Наша Задача Наоборот Сделать Так Чтобы Мозг Притормозил Вот Это Верховодство И Включил Подчиненность От Божественного Не Демонического Не Дьявольского Не Пекельного Как Хотите Это Называйте А Именно Божественного И Он Стал Слугой Высшего Причем Без Какого-то Там Зомбажа Без Какого-то Гипноза Без НЛП Чтобы Он Сам Понял Что Он Подчиненный Человеку Он Должен Служить Человеку А Человек Это Тот Кто Понимает Кто Он В этой Жизни И Для Чего Он В этой Жизни Понимает Что Ему Необходимо Делать Чтобы Достичь Высших Целей Не Через Гордынь Не Через Главенство Ни Другими Людьми Не Через Богоборчество А Именно Через Человечность И Вот Если Мы Сейчас Не Дадим Этих Основ А Просто Так Об Этому Поведаем И Скажем Это Делается Практика Вот Так Вот И Не Дадим Тем Более Техники Безопасности Мы Можем Совершить Преступление Когда Будут Люди Пробовать Но Мозг Все равно Будет Сопротивляться И он Будет Уводить В сторону Причем Это Парапсихология Это Обыкновенная Практика На первый взгляд Очень простая Но Даже Простую Вещь Всегда Можно Как-то Извратить Но Свернуть В другую Сторону Сделать Ее Скажем Так Неправильной Для Человека Которая Ухудшит Его Стание Поэтому Я Не говорю Какие-то Практики Где Есть Возможность Как Приподняться Так и Плюхнуться Вниз Потому Что Плюхаться У нас Проще А Поднимать Потом Тяжелее На Ком Будет Ответственность На Мне Сколько Человек Который Знает Что Ответственность Я Такие Вещи Не Делаюсь Такими Практиками Не Разбрасываюсь Я Знаю Что Ты Об Это Говоришь На Своих Семинарах Родовая Как Жить Без Страхов Управление Судьбой Потом Там Включается Варну Предназначение Взаимодействие Семьи Строительство Общины Это Разные Семинары Совершенно Но Они Все Идут Из Одного То Последовательность Не Простая Сначала Ты Должен Разобраться С собой Ты Должен Восстановить Статус Кво Разума Над Мозгом Божественного Над Телом Чтобы Они Начали Взаимодействовать По чину Своему Как Это Должно Быть Божественное Изначально Мысль Изначально И потом Только тело А не наоборот Тело Пирает вперед И давай Все Пожирать Все Под себя Подчинять Поэтому Первично Это все равно Взаимодействие Со своим Телом Это Осознание Что такое Тело Как оно Появилось Для чего Откуда Все Начало Кто Кому Служит И Практики Управления Своим Телом Управления Своим Мозгом Вот Когда Это все Происходит Только Тогда Человек Способен Осознать Кто Он И Для чего Он И что Дальше Делать Какое Предназначение И вот Тут Тогда Можно Говорить Про Судьбу Про Урок Про Уроки И Роки Которые Ему Необходимо Здесь Пройти Про Его Предназначение Уже Полноценное И Когда Мы Поймем Вернее Когда Каждый Человек Взаимодействие В семье Это уже Решение Проблем В обществе И проблем Общества И только Потом Уже Переход На выше А у нас Большинство Людей Что делают Какие Ошибки Одинаковые Совершенно Одинаковые У всех Сначала Помогите Мне Решить Проблему В семье Или В обществе Ну ты Разберись С собой Зачем С собой Ты мне Помоги Ребенка Различным Знахарем Целителем Экстрасенсом Ты мне Помоги Ребенка На место Поставить Жену Там Построить Или мужа Вернуть Или еще Что-то Еще что-то С начальником Разобраться С служивцами Ну и так далее И за них Решают Проблемы А когда За тебя Решают Проблемы Вопрос Что дальше С тобой Происходит Это ж Они За тебя Решили Проблемы А ты Кто А ты Где И ты Становишься Состояние Подчиненного Вроде бы Да На первый взгляд Какая-то Проблемка Решилась Но не Уверяю За этой проблемкой Придет новая А может быть И не одна Это как у Змеи Горыныч Одну голову снесли Три выросли Снесли Три Девять выросли И все больше И больше И больше И ты каждый раз Ну и ты А человек каждый раз Бегает к этим экстрасенсам Бегает к этим Ясновидящим Гадалкам И прочим Они с радостью Тебя принимают Распростер Становятся кормильцами Да Да Проблемы не решаются Они растут Растут Почему не решаются Не ты решаешь А я поняла Смотри Я поняла Потому что Если у человеческой души Стоит задача Пройти по жизни Вот именно Вот эти вот уроки И тебе нужно Самой сделать Эти шаги И решить Именно тебе их Даже если ты Дошел спасительную Палочку В виде человека Который готов Сейчас тебе В данный момент Оказать эту помощь То все равно Если Ты не осознал И не прошел Этот путь Сам Своими ногами К тебе Будет возвращаться До тех пор Пока ты все-таки Не сделаешь Это сам Да Именно так Есть несколько способов Решения Цивилизации Своих проблем Как это кажется Это обратиться К психологу Или к гадалке Или к сновидящему Который За тебя что-то Разберет Тебе что-то Расскажет Покажет И расскажет Как решить данную Проблему Это может подействовать Может подействовать Может подействовать Кратковременно Проблема сама Остается Ну Заткнули одну Да Как это Пробой Заткнули А тут еще Вокруг действует За вас О чем мы сейчас Говорили И наступает Такой момент Когда человек Просто-напросто Решает Убежать От этой проблемы В семье Все не ладится Теща дура Там Есть идиот Жена Придурошная Там Или муж Придурошный Там Ребенок Идиот Там Ну что угодно Да Причин много Я один хороший И он убегает Из семьи Убегает От этого мира Кто-то убегает В другую семью Кто-то убегает Возвращается В свою К маме Там с папой Кто-то в леса Кто-то в какую-то Общину Кто-то в такую-то Секту Не важно Главное Чтобы убежать Но проблема-то Осталась Она осталась В причине Причина не решена Поэтому эта проблема Всплывет Не в этой семье Значит в другой Не с этим человеком Значит в другим Не в этом месте Так в другом Но самое-то интересное По оконам Вселенского бытия Если проблема Не решена То Она Проявится С дополнением Новых каких-то Качеств С усилением Ибо Как говорится Нефиг бегать А может она Проявиться Допустим У детей Или у внуков Ну в следующих поколениях Если Человек отказался Или решил Или помогли ему Решить Пройти в данный момент Вот эту ситуацию Помог кто-то Может ли Эта проблема Потом всплыть У следующих поколений Переброс Так называемый Затронуло Очень важный вопрос И на самом деле На это мало кто Обращает внимание Есть проблема Личная Личная Ну в лицах Которая может Перерасти В родовую Это не будет Проклятием Как кажется Кому-то Вот на тебе Проклятие Хотя Я не исключаю Что проклятие есть И мало того Встречал такие случаи Но Это Чаще всего Делают сами люди Убегая От какой-то Проблемы Считая этот мир Злым Считая всех людей Недостойными Подлецами Негодяями Он Все время Убегает От решения Этих проблем Проблемы Тем самым Накапливаются И они Накапливаются На нем Но наступает Такой момент Когда человеку Необходимо Отсюда Уйти Казалось бы Ну уходит Или нет Проблемы Нет Человек Нет Проблемы А нет Дело в том Что Он же Оставляет После себя Наследников В которых Присутствует Часть Его Основы Часть Мамы Часть Папы И вот Представляете Например Мама Которая С кем-то Не ладила Она Передала Это Своим Детям Или Папа Которая С кем-то Не ладила Какую-то Проблему Не решил Передал Своим Детям Это И в детях Половинка Того Что он Передал Остается Мало того Дети Увидели Пример Этого Отца Который Не мужчина Который Бегает Проблем Или Этой Женщины Которая Не решает Проблемы Все время Сваливает На кого-то Все виноваты Да мужики Сейчас такие же Пошли Причем Не только Здесь женщина Как Говорит Свойственна Склочность Женщин На самом деле Сейчас Большинство Мужчин Ведут Себя Порой Хуже Чем Женщины Честно Признать И Некоторые Женщины До поры До времени Они просто Тянули На себе Это все Они Впрягались И тянули Мир на себе Я и лошадь Я и бык Я и баба И мужик Вот они Как впряглись Так они Тянули Сейчас Время Пришло Другое Мужики Должны Вылезти Из-под Юбок Жен Жен И стать Настоящими Мужчинами Пока Многие Об этом Не догадываются Но Жизнь Какая штука Даже Если Не догадываешься Полбу Получишь Подзак Тебе Треснут И побежишь Притоптывая Приплясывая Со свистом Быстрее ветра Поэтому Пока Есть Время Пожалуйста Задумайтесь Об этом И выходите На новые Обороты Так вот Когда Мужчина Или женщина Оставляет Проблему Нерешенную Своим Детям То это Уже Становится Родовой Проблемой Почему Это так Бывает Потому что Покон Вселенского Бытия Опять же Это слово Я буду повторять И в связку Постоянно Если Ты Что-то Совершил Ты Обязан Это Вкусить Если Ты посеял Какое-то Семя При своей Жизни И Оно Начинает Давать Плоды Только Через Какое-то Там Ну 80 100 Лет То Тебе Необходимо Вкусить Эти Плоды Ну Кедр Например Посадил Но уже Первые 10-20 лет Может и не дать Плодов Да И даже 30 Может не дать Плодов А ты Посадила В старости К примеру И Умираешь Но ты Ж Обязан Вкусить И Случается Такое Что тебе Для того Чтобы Вкусить Нужно Опять Народиться В своем Жи Роду То есть Например Правнуком Или Правда Правнуком С себя Самого И Вкусить Плоды Того Самого Кедра Древа Или Деяния Которые Ты Когда-то Сделал Поэтому Возвращаясь Свой Род Ты Вкушаешь Не только Физические Плоды Но и Те Проблемы Которые Когда-то Посеял Или То Добро Которые Когда-то Создал Вот Если Ты Бегал От проблем Если Ты Не Решал Эти Проблемы А Передал Их В Наследство То Они Взращиваются Твоими Наследниками Ведь Они Видели Твой Пример Помимо Той Проблемы Которая Осталась Они Видели Твой Пример Поведения Мужчина Слабый Женщина Слочная О чем Я Говорю Они Это Принимают Как Основу Бытия Как Основу Поедения И Продолжают Так же Жить Тем Самым Они Увеличивают Опять же По Кому Следского Бытия Что Посеял Увеличивается А Когда До Внуков Оно Уже Вот Такое Когда До Правнуков Оно Уже Вот Такое Вот Такое Вот И Ты Возвращая Свой Рот Получаешь Проблему Усиленную Говорят Это Проклятие Родовое Вот Смотрите Все Мужчины У вас Там Вымирают Или Женщины У вас Умирают Или Что-то Еще Да Ты Ты Сам Это Все Сделал Ты От Этого Бегал Ты Ее Не Решил И Приходит Время Тебе Сюда Вернуться Для Решения Этой Родовой Проблемы Поэтому Если Вдруг Кто-то Из Вас Столкнутся С Этим То Знайте Это Все Ваше И Вам Это Решать Просто Так Никто В этот Мир Не Приходит И Знаете Что Скорее Всего Эта Проблема Так Или Иначе Связана С кем То Из Ваших Родственников Но В том Числе Возможно Что Когда-то Этим Сам Родственником Начальником Были Вы Если Вам Расхлебовать Эту Проблему Сейчас Вот Такая Интересная Ситуация У Да Действительно Очень Интересно Тем Менее Соблазн Решить Проблему Чужими Руками Существует У Многих Можно Ли Это Перевести В Какой-то Скажем Так Волшебный Пендель Который Сможет Все-таки Дать Возможность Человеку Самому Решить Задачу А Чего Переводить Он Сам Прилетает Пендель Такая Штука Которая В гости Не Просится Он Заходит В Дверь Без Стука Дело В том Что Волшебные Пендели Потом Дальше Ложки Открывающие Третий Глаз Грабли Звездные Которые Звездочек Много В голове Рождают При Столкновении Они Не Просто Так Разбрасываются И Те Кто Разбрасывают Это Ушлые Ребята Которые Здесь Поставлены Для Того Чтобы Мы Не Скучали Это Красноглазенькие Остроухенькие У которых Есть Копыт Сорожки Хвостик Это Представители Пекельных Миров Которые Только И Наблюдают Как Б Кому Не Застояться Как Б Кого Вперед Себя Пропихнуть И Если Ты Бежишь Если Ты Идешь По Своей Дорожке Вот Тут Парадокс Они Начинают Тебе Служить Если Ты По Божественной Дорожке Идешь Вот По Той Самой Траектории По Своему Пути Которые Тебя Из Пункта А В Пункт Б Намечены Свыше Должен Привести И Ты Достигнешь Нужных Целей Если Все Станции Ты Посещаешь И Делаешь На Этих Станциях Все Нужное Зашел К Бабе Глаше К Дяде Диме Взял Передал И так Далее То Что Тебе Нужно И В Пункт Б Выскакиваешь Они Тебе Помогают Они Тебе И Паровозик Запустят И Дорожку Расчистят Чего Угодно Сделать Потому Что В этом Случа Ты Находишься На Божественной Конве А Они Обязаны Служить Тому Кто Выполняет Божественные Предназначения Ну Такой Парадокс А Вот Как Только Ты Из Божественной Конвы Сворачиваешь С этого Пути И Начинаешь Углубляться В леса Гремучие Болото Пучинист И Прочее Вот Тут Они Уже На Тебе Отрываются Ну Ты Сошел С Траекторию Ты С Дистанции Слезаешь Значит Ты Кто Симулянт Значит Ты Кто Ты Тот Отдел Латает Ну Значит Получай Тебе Вилы Вбок Получай Тебе Скалку В голову Получай Тебе Копыто В ребро Что Угодно Лишь бы Только Ты Вернулся На Путь Истинный Они Никогда Не Делают То Что Противоречит Божественному Ибо Если Бы Они Были Выше Бога У нас Были Недавно Все Разрушилось Но Поскольку Они Находятся Под Богом А не Выше Его Значит Они Вынуждены По Всем Правилам Игры Подчиняться Божественному И Как Только Человек Уходит От Божественного Кому Теперь Подчиняться И Они Начинают Оторваться Поэтому Очень Много Тех Которые Сейчас На Сего Нашний Момент Слетели С траектории И Находят Как раз В этой Рубке Мясорубки Где Долбят Не По-детски Но Долбят Не Для Того Чтобы Тебя Убить А Долбят Для Того Чтобы Ты Вернулся Или Вернулась На Свою Траекторию Осознава Естественно Что Они Не Упустят Своего Если Человек Откровенно Заявляет Я Не На Божественной Стороне А Я На Демонической Стороне Они Тебя Принимают С Распростертыми Объятиями Но Принимают Тебя Не Как Равного А Как Батарейку Которую Могут Использовать Как Пушечное Мясо Которое Можем Побросаться И Тогда То 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 Когда Ты Находишься В Конве Божественного Движения Своего В своей Тректории Это Должно Быть Для Каждого Человека Нормой Но Мы Видим Что Сегодня Происходит Поэтому Эти Ребята Они И Помощники Если Как я Сказал Противоречий Божественному Нет Они И Напоминатели Что Ты Сбиваешь С пути Это Как Колокольчики И Помощники Тебе Вернутся Пободают Тебя Попинают Тебя Это Как И Проверяльщики Кстати Если Например Ты Заявил Что Ты На Светлом Пути А Творишь Какое-то Темное Или Мысль Темное Они Начат Проверять Ты Заявил Что Ты Грусть На Телу Кошка Ах Не Хочешь Лукошка На Тебе Рогом Убок Полезай Заявился Горшок Лезь Печь Даже Если Горячо Но А А если Уж Совсем Остановился То В этом Случа Тебя Начинают Подгонять Уже Подгонят Как Животные А с Животными Они Церемонятся И Если Уж Совсем Упал И Даже Пинания Копытами Не Поднимают Они Принимают Роль Утилизатора На Себя То Есть В этих Ребятах Все Прекрасно Замечательно Глупо Им Служить Глупо С ними Договоры Подписывать Потому Что Они Должны Тебе Служить Глупо С ними Пытаться Завязать Какие-то Партнерские Отношения Глупо Под них Переходить Видя В них Начальника Какого И так далее У нас Люди От слабости Час Договора Пытаются Заключать Потому Что Они Слуги Должны Они Должны Исполонят Божественные Воли Только От слабости Игра С демон Подписание Договора Кажется Что Там Огромная Сила Которую Боятся Сила Там Есть А как же Без силы Сила Там Есть И это Не кажется На самом Деле Но Просто Надо Понять Что Эта Сила Если Вы На стороне Богов Она Принадлежит Богам Она Подчинена Богам Иначе Быть Не Может Боги Все Создавали И они Они И Это Противодействие Которое Якобы Есть Это Совершенно Все Уравновешение И Именно Они На договорной Системе Служат Ну Примерно Да Получается Что Они В общем То Делают Хорошее Дело Они Человека Стараются Вернуть На путь Нельзя Сказать Что Они Делают Хорошее Дело Они Исполняют Инструкции Договор Именно Который Составлен Божествен Помнишь Какая-то Фауст Я Та Сила Которая Творит Это А получается Вот Это То Творя Зло Я Творю Добро То же Самое Здесь Они Не стремятся Сделать Добро Не надо Их В ангелов Превращать Не надо Говорить Что они Добренькие Хорошие Это Исполнители У них Есть Начальники Всякие Там Более Крутые С ними Вообще Разговаривать Бесполезно Потому Что Они Облапошат Все равно В любом Случае С ними Невозможно Договориться Потому Что Любой Договор Они Обернут В свою Сторон В пользу И потом Еще Тысячу Раз Пожалеешь Когда Будешь Отрабатывать Надо Просто Быть На стороне Богов Надо Быть Настоящим Светлым Человеком Если Ты Идешь По пути Света Или Ты Идешь По пути Тьмы Ты должен В открытую По мраке Сказать Я Человек Мрака Но Понимать Что Там Жесткая Иерархия Если Ты Это Заявил Ох Там Будут Тебя По полной Программе Иметь Ох По полной Программе Будут Тебя Проверять Потому Что Ты Должен Стать Равных Из Равных И Круче А Как Ты Можешь Стать Круче Беса Который Бесом Рожден Как Ты Можешь Стать Круче Дьявола Который Дьяволом Рожден Понимаешь Это Ну Как Муравей Который Состязается Например Со С С Вот Это Тоже Самое Бесполезно Поэтому Тысячу Раз Подумайте Когда Кто-то Говорит Давайте Пойдем К Сатане К Дьяволу Кому-то Еще Обряд Какой Совершатель Это Занятие На мой Взгляд Абсолютно Не стоит Человеческого Достоинства И Не надо Этим Заниматься Мне так Видится Есть Еще Насколько Я Правильно Тебя Сейчас Поняла В виде Учителя Приходит Порой И Сущность Какая Которая Внедряется В человека Вселяется Она же Тоже Какой-то Урок Преподносит Человеку Нет Сущность Это Вообще Отдельный Разговор Сущность Может быть Как Посланник Свыше Но Сущности В большинстве Сегодня Это Те Самые Друзья Которые Нам Совсем Не Друзья Которые Занимают Свято Место Которое В голове Освобождается Вот Если Ветер Гуляет В голове Нет Царя В голове То В этом Случае Сущность По всем Законам Праве Имеет Возможность Место Это занять И Тогда Человек Начинает Станет Содержимым Он Начинает Делать Те Вещи Которые Которые Человек Человек Которые Которые Дается 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 Возможность Доводить Сущности Убирать Что С ними Дальше Делают Это Отдельно Еще Более Отдельный Разговор Их Сжигать По сути Невозможно Нельзя Их Необходимо Куда-то Перенаправлять Хотя Есть Те Которые Даже Уполномоченные Сжигать Но Это Опять Это Отдельный Разговор Сейчас Не Об этом Суть В том Что Если Ты Не Человек А Человек Обратное Существо Коробочка Человеческая Остается А Раз Так Значит В нее Можно Поселиться Как себе В дом Зайти И Вот Эти Голодные Сущности Которые Остали Без Своих Тел Или Рождены Без Учителями Они Являются Просто В этом Случае Это Те Которые Занимают Тук 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 Кто В теремочке Живет Никого Значит Я Буду Жить Вот И Все А Вот Люди Которые В этой Жизни По Каким Либо Причинам Опустились На Дно Они Чаще Всего Одержимы Сущностями Или Просто Вот Этими Рогатыми Которые Выполняют Свой Договор Или У всех По-разному Есть Те Которые Опускаются На Дно Для Того Чтобы Хлебнуть И Понять Что Это Не Их Есть Те Которые Опускаются На Дно Потому Что Они Просто Напросто Двели До Се Достояния Батарейки И Их И Используют В темную Сосуд Из них Энергию Есть Те Которые Подвержены Влиянию Уже Кого То Есть Те Которые В индивидуальном Случае Необходимо Разбираться Индивидуально Так Вот Сказа Всех Невозможно Как Определить Есть У человека Подселение Или Нет Он Сам Это Может Почувствовать Да Часто Люди Могут Это Почувствовать Сами Когда Ему Или Начинают Сниться Сны Противоречащие Чему Либо То Он К примеру Когда Находится Бодрствование Он Вытворяет Какие Поступки Которые Ему Не Нравятся А Во Сне Он Видит Совершенно Другое То С ним Разговаривает С ним Ему Доносит Информацию Ты Что Делаешь Остановись Тормознись Возьми Себя В руки На Первом Этапе От Сущности Можно Избавиться Самому Пока На Корни Не Пустила Пока Не Захватила Все Это Тяжело Но Это Можно Сделать Самому Через Что Через Сознание На Втором Этапе Необходим Уже Какой-то Наставник Или Кто-то Сильный Который Б Помог Тебе Удержаться На Плаву И Просто Выжить Из себя Как Раба Выжимает Сущность На Третьем Этапе Необходимо Воздействие Воздействие Здесь уже Нужен Тот Кого Называет Специалист Который Б Это Сделал Четвертый Этап Как Правило Это Уже Вариант Или Коматоза Какого-то Или Полусмерть Или Что-то Еще Где Сущность Может Вылететь Но Как Правило Она Вылетает Вместе Со Смертью Человек На Четвертый Этап Лучше Не Доводить Ну Вот Как-то Так Про Этих Сущностей Да Интересная Получилась Беседа Много Учителей У Человека В Этой Жизни Сам И главный Учитель Это Все-таки Сам Человек Себе Да Но Человек Может Называться Человеком Когда Как Минимум Это Тот Который Управляет Своим Веком Чего Навек Чего Век То есть Он Управляет Этим Веком Своим Своей Жизнью Это Человек Человечья По Высшему Уровню Ну Опять же Один Разговор У нас Сегодня Семинар И Если Это Человек Тогда Ему Даны Все Возможности К развитию В принципе Как и Для темных Есть Возможности Войти В свет Но Человеку Проще В свете Удержаться Человеку Проще Возращивать Себя Темным Посложнее Потому что Этапы Побольше Надо пройти Ступени Преодолеть Побольше Ни От Кого Свет Не Закрыт Ни От Кого Совершенно Было Было Желание Как Говорится Было Бы Стремление В воле На То Если Человеку Какому Нужен Наставник Он Обязательно Найдется Причем Это Может Быть Наставник Не Просто Такой Ж Человек Это Может Быть Книга Это Может Быть Какой Фильм Который Случайно Посмотрел И Сразу Понял Что Это Может Быть Какая То Ситуация В Конце Концов Это Может Быть Какая То Сущность Но Только Не Та Которая Пытается Завладеть А Та Которая Является Помощником Говорят Ангел Хранитель Или Лег Хранитель Или Кто То Что То Такое Выше Это Может Быть Какой То Родственник Который Даже Из Того Мира Пытается Достучаться Бывают Инкарнации Вот Это Отдельный Разговор Когда Тело Человека Входит Душа Более Сильная Более Мощная Светлая Которая Должна Здесь Чуть Чуть Доработать Что Так Случилось Что Смерть Произошла И Он Определился Богами И С высшими Сущностями Что Ему Надо Например Еще На годик На два Здесь Еще Раз Обкунуться Сюда И Доработать Какую-то Ситуацию С младенчества Пройти Невозможно То есть Полного Воплощения Заново Не происходит А вот Временная Инкарнация Вхождение Возможно Тогда что Тогда Предпринимается Поиск Тела Подходящего По возрасту Чтобы в этом возрасте Можно было Вот эти Два-три года Что-то сделать То, что Не доделано Как правило Подбирается Ближний Родственник Который Схож По генетике Сейчас Современным Заком Говорит По крови Куда проще Ввести И который Чуть-чуть Послабее И вот тут Тогда Взаимодействие Может быть Обоюдо Выгодно Слабая Сущность Родственника Вот этого В кого Входит Прижимается Немножечко Он Находится В полукоматозе То есть Он понимает Что происходит Он видит Глаза его Не закрываются Большая Сущность Родственника Или Кого-то Кто это нужен Входит Она Занимает Это место Прижимает Чуть-чуть Ту сущность И берет Управление На себя В течение Двух-трех лет Она Дорабатывает То что Нужно было Доработать А в этот момент Тот Как второй Пилот Ученик Сидит И видит Как рычаги Двигаются На первом Например кресле Ученик летит А сзади Наставник Или наоборот Наставник здесь А здесь ученик И ученик видит Как руль Штурвал двигается Как рычаг двигается Как педали двигаются Какие приборы Что показывают Они переговариваются С собой Но он Не может взять Управление Он просто может Повторять движение И вот Это помогает Человеку Более слабой сущности Посмотреть на мир По-другому Получить какой-то Опыт Понять Как взаимодействовать С другими людьми И бывает так Что В него Вселяется Более сильная сущность Два-три года Она проживает Своё И учит Одновременно Вот этого самого Родственника Или другого человека И когда она Выходит Отработав Вот то Что нужно было У этого Все навыки Остаются И он Возвращается В своё место И понимает Что он Теперь Всё может Управлять Сам И по Привычке Наработанной При помощи Большей сущности Он начинает Жить более правильно Вот такие случаи Бывает Это На востоке Называют Инкарнация То есть Неполное Перевоплощение Когда Сущность Может быть Наставником Внутри Тела А не просто Так Дух Который Что-то Там Нашёптывает Со стороны Ну это Получается Скажем так Доброе Дело Делается Через сущность А вот Те Кто Курят Выпивают Через И них Сущности Могут Как инструмент Там Вот Пользоваться На каждом Курящий Курящий Человек И Именно Через Куриво Будет Дергать Его Скачивать Сущность Там Выпивает Человек Его Тоже Там Сущность Как-то Через Это Ну как Ключ Насколько Я понимаю Что Как только Человек Выпивает Алкоголь Ключ Этот Срабатывает И У него Перекрывается Его Память Его Родовая Скажем так И управлять Начинает Марионеткой Сущности И так И дополнительно Ещё То что Сказала Само собой Как только Наркотик Попадает В тело Человека Он изменяет Сознание Подавляются Определённые Участки мозга Центры Какие-то Когда Человек Теряет Над чем-то Контроль И он Становится Уже Не человеком Человекообразным Существом А человекообразным Существом Разговор Короткий Мы об этом Уже Говорили Появляются Те самые Ребята С острыми Ушками Красными Глазками С рожками И хвостиком С копытцами Которые Берут управление На себя Не просто Так же Люди Которые Выпивают Допиваются До чёртиков Чёртики Начинают видеть Чёртиков Это не просто Придумки Какие Белая горячка Это такое состояние Когда Измененное Сознание И он Видит то Чего В нормальном Состоянии Невозможно Увидеть Даже Вот Поговорка Не просто До чёртиков Допился Она О многом Говорит Это не просто Выдумки Какие-то Не шутка Это очень Серьёзно Поэтому Человек Который Управляет Любые Наркотики Первым Делом Подпадает Под управление Ниши Структур Ибо Он Ушёл От Божественного Только В трезвом Уме В здравом Мысли Можно Быть С Богом Можно Служить Божественному Самому Становиться Богом В состоянии Аза Как только Сознание Изменено Всё Никакой Божественности Не может быть Речи Как только Уход От божественности Происходит Сразу Появляются Те Кто берут Над ним Управление О чём Я говорил Чуть Раньше Поэтому Применение Употребления Наркотиков Любых Наркотиков Неважно Всё Что хоть как Изменяет Стояние Человека Оно Приводит К тому Что Человек Превращая Человкообразное Существо Подпадает Под управление Вот этих Ребят Снизу Всё О каком Развитии Можно Говорить Если Это уже Не человек Как Скотина Может Развиваться Человкообразное Существо А как Человек Уже Нет И чтобы Выйти Из этого Состояния Необходимо Усилия В первую очередь Мозговые Но наркотик Такой Подлец Он изменяет Состояние Мышления Он Перекрывает На первом Особенной Этапе Возможности Выхода Это всё равно Что залезть В клетку Закрыть себя И выбросить Ключ Вот клетка Этот наркотик Он тебя Удерживает И вылезти Очень тяжело Потому что Постоянно Хочется Дополнение Постоянно Хочется Усиление Находятся Молодцы И девицы Которые Взламывают Замок И выходят Через волю Через Сознание Находятся Те Которые Призывают Помощника Которые Ключ им Даст И они С помощью Уйдут Но Как только Срываются Всё Опять туда же Поэтому Любой Совершенный Наркотик Применённый Не к месту А на этой земле Если что-то есть То оно Для чего-то нужно Это опять же Отдельный разговор Не к месту Он ведёт К разрушению И превращению Человека В скотину Человека В равное существо А со скотом Я уже сказал Поведение Очень простое Там не церемонится Поэтому Наркотики Для чего-то Здесь нужны Но Это не означает Что эти наркотики Нужно Просто так взять И применять Потому что Захотелось Покайфовать Потому что Так делают все Потому что Так заведено Ни в коем случае Это вот Надо понимать То же самое Как таблетки Может быть Для чего-то и нужны Но вы же Не садитесь за стол Не наливайте себе Вместо обеда Какую-то микстуру И начинаете Хлебать Или там Горсть таблеток Сосовывать в рот Нет Таблетка нужна И микстура Для того Чтобы Вылечить что-то Или Пригасить что-то Но вы их Не должны поедать То же самое С наркотиками Если вещество Это есть на земле Оно для чего-то Нужно Но бездомно Приннимать И просто ради Кайфа Это преступление Никаких наркотиков В обычной жизни человека Не должно быть Вообще Вообще Никаких наркотиков В обычной жизни человека Не должно быть Поэтому Кто себя там оправдывает Я лечусь Я ухожу от стресса Это слабаки Это слабаки Которые Находятся под воздействием Наркотика И вот эти самые чертятые Им подбрасывают Эти версии Как себя оправдать Слабенького Для того Чтобы показаться Сильненьким Для того Чтобы гордыни Своей поддержки И так далее Это все глупости Маленьких детей Даже если Этим детям Уже Там много-много лет И уже есть седина В бороде Допустим Что Человек Отказался От различных Вредных привычек Пристрасти Сущность В этом случае Уходит сама Или все-таки Нужны какие-то Инструменты Помощники Чтобы она ушла Зависит От поведения Человека Если человек Все осознал Если он Все понял Сущность Вываливается сама Это все равно Что Находиться В том месте Которое Для тебя Не предназначено Человек Не может Жить В том месте В котором Он будет Постоянно болеть Где ему плохо Где ему голодно И так далее То же самое Сущность Сущность Которая Будет питаться За счет Энергии Человека Силы То есть И человека Она себя чувствует Как дома И все хорошо Замечательно Человека Как такового Нет Его Сущность Подавлена И эта Сущность Разгуляя Она заняла Все пространство Тепло Хорошо Мухи не кусают Как только Человек Берется за ум И начинает Делать те Дела Которые Этой сущности Невыгодны Она стремится Занять Другой теремок Она пытается Из него уйти Здесь ей больше Делать нечего Там у них Есть своя Иерархия Свои папы Мамы Дедушки Бабушки И прочее Бывает Так заходишь В семейку И видишь Опаньки Да тут Чертей Навалом Все эти Сущности Сидят Свесив Ножки На горбах У этих Товарищей И просто Знаешь Как развлекаются Ну-ка Сегодня Мама С бабой Бодается Ну-ка Наклонился Му Вперед Бум Лбами Ооо Видишь Как мой Это А мой Хорошо А теперь Давай Завтра Дети Начинают Бодаться А может Старше Пободались Теперь Молодежь Вышла И вот Они сидят И там Пинают Их В мозг Всякие Вкладывают Идеи И они Начинают Так Молодец Победил Иди Выпей Выпил Ну Второй Раунд Начинается Теперь Ты пьяный Теперь С тобой Бодаются То Он Нападал Теперь На него Нападают Потом Опять Потом Дети Потом Бабушка Пришла И вот Эти Сущности Такие Довольные Сидят Они Друг С другом Не воюют Они Как Скотами Управляют Сидя На их Закорках Или В головах И Смотрят Как Они Бодают Для них Это Цирк Развлечение И Получение Вот Этой Самой Силы Которые Из них Их Их А Эти Дурачки Между Собой Воюют По Пополной Программе Первый Признак Того Ты Зачем Это Сделал Он Скажет Не знаю Признак Того Что Он Находится Под Управлением Это Самое Первое Если Ты Спросишь Человека Зачем Осознал Что-то Пробудился Исправить Эту Ситуацию Во всей Семье Может Но Нужна Очень Серьезная Для Этого Подоплека Необходимость Воля И Много Чего Другого А так Может И Это Хорошо Еще Бы Но Не Все Потому Что Надежда Всегда Должна Быть Надежда Не Должна Умирать Да И Всегда Должен Быть Выход Из Любой Сложившейся Ситуации Выходы Есть Всегда И Везде Как мне Нравится Мультик Про Аладина Когда Аладина В этой Пещере А выход Здесь Есть Там Выходы Везде Есть Вопрос Ты способен Эти выходы Опознать Способен ли Ими Воспользоваться Способен ли Добраться И куда Они ведут Самое Главное Да Еще Понять Куда Он тебя Введет Может Вдругую Понимаешь Которая Круче И сильнее И вонючей Извините За мой Французский Да Я Благодарю Тебя Алексей За эту Беседу Начали С одного Закончили Совсем Другими Интересными Выводами И Вещами Напомню Что Это Народное Славянское Радио Я Елена Андреева Алексей Орлов Всего доброго Всем добра Увидимся И услышимся Будь добры Продолжение следует